Озеро Ангикуми, Анджикани Лейк, водоем на территории Нуноут в Канаде, где в прошлом веке произошли ужасные и необъяснимые события, исчезновения процветающей деревушки эскимосов. В студеном ноябрьским вечером 1930 года канадский заготовщик меха Джо Лабел брел к знакомой ему рыбацкой деревне, чтобы укрыться на ночлег. Ночь обещала быть морозной и без крыши над головой и теплые похлебки, Джо просто бы погиб. Он уже бывал здесь раньше и знал, что эскимосы – доброжелательный народ. Когда вдалеке показались потрепанные палатки и ветхие деревянные домики, мужчина выкрикнул приветствие. Ответа не последовало, что немного насторожило путника. Спустя несколько секунд Джо понял, что лая собак тоже неслышно и ускорил шаг. Деревня встретила замерзшего мужчину мертвой тишиной, ни людей, ни животных. Путник увидел дым, болящий из трубы поодаль стоящего домика и направился туда. Внутри он обнаружил еще теплую печь и недоеденное рагу. Джо обошел все дома, но кроме запасов еды, предметов быта и оружия ничего не нашел. Даже хранилище рыбы осталось нетронутым. Складывалось впечатление, что все было брошено в один момент. Но куда могли уйти люди без жизненно важных вещей в столь холодную пору? Смертельно уставший и замерзший, Джо Лабелл был настолько потрясен загадочным образом опустевшей деревней, что не пожелал восполнить силы запасами эскимосов и двинулся в сторону телеграфной станции, находившейся в нескольких милях. Ему чудом удалось добраться до нужного места и телеграфировать полицию о странном происшествии. Отряду конных полицейских понадобилось несколько часов, чтобы добраться до озера Ангекуни. По дороге они остановились на привал, где к ним присоединились охотник Армант Лоран со своими двумя сыновоями. Услышав о том, что полицейские направляются по какому-то делу к озеру Ангекуни, он счел нужным рассказать им о том, что пару дней назад наблюдал необычный светящийся объект, двигающийся по небу в сторону озера и меняющий форму. Прибыв на место, полиция была шокирована новыми кошмарными деталями. Могилы местного кладбища были раскопаны, а останки просто пропали. Земля и надгробные камни были осторожно сложены около каждой ямы, что исключало даже намек на работу диких животных. Да и для инуитов было несвойственно осквернять память усопших. Еще одной жуткой находкой стали трупы семи ездовых собак, что, как выяснилось, погибли от голода. Эскимосы всегда с почтением относились к своим животным, потому подобное тоже было странно. К таинственной истории проявила интерес и пресса, но пролить свет на разгадку ей так и не удалось. Версия, предложенная канадской полицией, предполагала обычное для кочевых племен перемещение, но она никак не смогла объяснить выкопанных тел, брошенных животных и оставленное оружие. Возможно, жители рыбацкой деревни похитил НЛО. Но прямых доказательств этому нет.